Такое видео выложил в интернет житель дома номер 78 по юбилейному проспекту. Здесь самое настоящее нашествие крыс. Они никого не боятся и серьезно отравляют жизнь. Страдал уже автомобилю соседу, погрызли проводку ему в машине. Машина стояла там продолжительное время, около трех месяцев. Пытался завезти, уехать, не получилось. Открыл, там вся проводка была съездена. Дом 70-х годов постройки, но с проблемами грузунов жители столкнулись только год назад. Говорят, раньше с ними успешно справлялись коты, но теперь даже они боятся подходить к этим подвалам. Но не побоялась наша съемочная группа. Сразу на входе огромные горы мусора и большая крыса, убегающая от камеры. Чуть дальше целая комната со спальным местом и картинами на стенах. Похоже, здесь живут не только грузуны. О нелегальных поселенцах жители подозревали, но не знали наверняка. Никогда не запираются. Постоянно открыты двери. Если дверь была бы закрыта, может быть, они не бегали бы. А так все, свободный проход. Грузуны сюда приходят на запах еды, но крысы обитают не только в подвале. По словам жителей, их можно увидеть и во дворе. Возле моего подъезда 10 штук в день продавали. У нашего тоже 3 где-то бегают. И то каждый день. Я видел только 3. Вот мы ночью один раз пришли, у нас тоже похоже на что-то. И там просто роих 7 штук где-то было. Писали в ЖЭК в управляющей организации, но результата так и не увидели. Одна из причин – постоянная смена управляющих компаний. Жители просто не знают, куда обращаться. Как мы выяснили, сейчас домом занимается МУП «Жилищник». Дом им передали только месяц назад. О проблеме грузунов на участке знают и уже успели принять меры. Если говорить об МКД по адресу юбилейный проспект 78, последняя диротизация производилась как раз сегодня, 2 июля. Действия тех веществ, которые распыляются на территории этих помещений, они не имеют мгновенного характера. То есть, соответственно, должно пройти какое-то время, после чего яд начнет действовать на грузунов. Это может быть день, два, может быть и неделя. Если крысы в доме на юбилейном проспекте активно прятались от съемочной группы, то эти с удовольствием позируют и всегда рады человеку. Работники зоомагазина говорят, берут их даже чаще, чем хомяков и птиц. Тот же вид, что и в подвалах – серая крыса-посюк. Однако условия играют важную роль. Эти грузуны из лаборатории, а потому безопасны. Никакого устрашающего вида, игривы, любопытны, дольше живут и активнее плодятся. Они умные, что обычные крысы, то есть даже обычные дикие крысы, они хитрее будут, потому что им приходится выживать, а эти крысы, они расслабляются уже. Но они также умные, как я уже сказала ранее, они подаются дрессоре, они запоминают. Они могут откликаться даже на кличку. Домашний любимец или переносчик заразы – различия в воспитании и привычках. С одними грузунами активно борются, других приносят в квартиру сами. Если в вашем доме появились вредители, сообщите об этом в единый колл-центр в Химках. С незваными гостями разберутся специалисты. Ксения Брагина, Андрей Корнилов, Дмитрий Бадыров, Служба новостей.